всем привет дорогие друзья с вами Динин сегодня мы поиграем в игру под названием фаннинг симулятор 2017 на карте Бухалова и сегодня вот появилась у меня такая вот спонтанная работенка в принципе я вот пришел посидеть с Сидоровичем Сидорович меня что-то позвал и в общем Сидорович мне говорит что нужно покосить обочины вот возле нашего села там у нас тут проходит трасса и нужно возле этой трассы покосить обочины вот и еще тут нужно по-моему возле магазина там вот эти вот домики у нас тут стоят вот там вот тоже нужно покосить и в принципе все ну Сидорович мне эту работу предложил потому что он знает что у меня есть трактор а тот человек который постоянно этим делом занимается но который косит обочины и тут на постоянной основе у него сейчас вот проблемы какие-то с трактором работает он на т-40 и этот человеку это мой сосед сейчас мы будем идти к моему трактору и поедем к этому соседу возьмем у него сенокосилку у моего соседа так ну вот так получилось что у моего соседа сломался трактор ничего сегодня мы его заменим вот в принципе ребята даже думал сегодня муж не буду ничего делать вот такая вот работенка у нас нашлась это конечно очень хорошо и лишние деньги не помешают так давайте будем садиться вот сейчас заедем принципе по-моему я знаю где есть сенокосилка это так ребята если там сказал не сенокосилка что-то другое то извиняйте что-то может быть сбился так ну-ка давайте заряжаем и чем выезжаем и сейчас заезжаем во двор этого соседа ну-ка вот это сенокосилка в принципе он знает что я заеду за этой сенокосилкой так сейчас подцепим вот все подцепляем и поехали вот в принципе с этот сидорович сказал что нужно покосить возле этих вот домиков обочину ну потому что тут как бы это ничейный участок а тут вот возле дворов и не нужно косить потому что вот ухаживается этим вот участком сейчас покосим возле могут вот тут вот покосим и так понимаю так в принципе я видел где вот косил этот вот мужик на т-40 давайте будем запускать ну-ка все без проблем работает на все без проблем работы ну поехали так ребята вот все полетели блин тут принципе еще и люди ходят что-то но не все забирает ребята ну-ка давайте пропустим что-то но не все забирает или мне кажется ну-ка давайте посмотрим как он тут все основную часть забирает так учета она пропустила да ребята еще такой небольшой бугорок так что вот как-то так давайте как-то пропустим блин что-то люди сегодня много ходят сейчас как-то как-то неудобно будет нам работать тут давайте дальше проедем тут ребята смотрю что вообще никто не косил там вот внутри как видите какие кусты уже повырастали так вот не обходят люди что-то надо их пропускать давайте так я так понимаю тут не нужно косить ну давайте прокосим тут возле сельсовета так нам нужно покосить на таких вот участках на за которыми никто не ухаживает в принципе за сельсоветом тут кто-то ухаживает но все равно нужно тоже тут немножко траву прокосить так поехали дальше вот аж аж сюда вот проедемся потому что тут уже ну как видите тоже какой-то дома заброшенный тут тоже наверное давно уже никто не косил внутри вот только с краю тут кто-то прокашивал так давайте разворачиваемся так мы поехали вот все в принципе уже одну сторону мы прокосили вот сейчас возле базы я так понимаю косить не будем потому что тут ухаживает за этим участком давайте поднимем вот эту сторону косить мы не будем ну потому что тут как вы видите немножко ухаживает люди так но на этой стороне тут ничего никто не ухаживает поехали теперь на трассу принципе мы тут прокосили дальше там будут мото косой косить если кто-то во дворе там захочет у них там свои свои субботники бывают еще что-то ой-ой-ой ребята чувствуете сейчас и на косилку сломаем так было бы хорошо и сложить но мы уже почти доехали так что думаешь это не столь важно так давайте тут запускаем я вот все полетели ну тоже вы видите хоть немножко кто-то подкашивает ну не кто-то вот мой сосед вот еще по моему нам нужно за мостом сидорович сказал немножко проехать это уже будет там с другой деревне кто-то подкаст подкашивать нам главное вот это вот подкосить поехали до заправки по моему сидорич говорил нам надо доехать вот как раз заправка так ну-ка давайте пропустим вот все чтобы не мешали тут никому так мы принципе все мы доехали вот до этого знака давайте слаживаем и давайте как-то быстрее отсюда выезжать все теперь эту сторону сейчас как-то будем вот опускаем учит ее рановато запустил еще даже не развернул ее и разложил так так ну пока что вроде бы со своей работой справляюсь вот тут ребята что-то побольше такие заросли ну видно что тут недавно косили так блин эти знаки еще так давайте как-то объедем ну видно что тайна реально недавно косили поскольку как вы видите там уже там где не косили там уже и кусты какие-то большие тут а тут немножко подкашивает так вот буквально я так понимаю вот этот вот мужичок на 40 косил где-то месяца полтора назад может месяц назад вот примерно где-то так так ну вот так вот его трактор немножко подвел ну ничего страшного так вот теперь тут возле мазина немножко подкосим сейчас поехали тоже вот тут вот по над трассой так что ребята тут кусты большие тут и их косить не буду то то еще сломаюсь и на косилку тут вы как видите тоже кто-то подкашивает вот такая обочина еще немножко вытоптанная вытоптанная тут наверное часто не знаю трактора разминать или чё тут не так уж и много нужно косить так но сейчас нам надо доехать до этого строй магазина и потом развернемся еще это вот обочину по этой стороне косим так ну тут ты вот вы тоже видите штук тоже круто точение кто-то прокосила часто что-то тут ездит по обочине вот в принципе все тут разворачиваемся либо даже не знаю по моему ну давайте немножко все таки дальше проедем а то вдруг не докажу лучше перекошу чем не докажу так у ее давайте как-то разворачиваемся так поднимаем все теперь по этой стороне тут не такие уж и заросли на удивление тут просто люди иногда подкашивает своих коровы водит еще что-то и тут и такие вот заросли так но это тоже очень хорошо что люди тоже тут косят а так бы были бы тут очень огромные кусты заросли всякие ну вот типа как тут вы видите тут никто давно не ухаживает потому что кому это нужно тут деревья растут себя это еще была какая-то полянка так ну-ка давайте кустик обижаем а тут ребята я смотрю что-то вообще давно никто не косил тут аж на дорогу по вылазила трава так ну-ка давайте пропустим вот все поехали были тут от дерева еще близко к дороге выросла так тут реально реально что никто не косил давным-давно не знаю с чем это связано вот все в принципе тут уже можно немножко разогнаться сейчас мы уже почти закончили нашу работу не так уж и долго мы тут работали так вот эти вот еще столбики надо как-то их объезжать теперь людей пропускаем тут тоже ребята смотрю никто не косил давно вот просто тут автобус останавливается немножко вытоптано типа остановки такой так мы тут густые ребята я не буду сюда ехать так сейчас пропустим вот и в принципе все поехали не тут немножко вот под косим у детей ребята сейчас остраем тут давайте поднимаем как-то более но не хотелось сегодня пачкать трактор думал такая работа что принципе трактор мы не должны запачкать как вы видите у нас тут совсем иная ситуация так ребята сейчас попробую что-то положить под колеса чтобы как-то отсюда выехать так ребята вроде бы как-то и выехал но довольно таки с большим трудом пока нашел какие-то камни чтобы подложить под колеса потому что вот веточки реально не помогали вот ко мне вроде бы помогли так что давайте будем садиться и продолжать нашу работу вымазал я и сенокосилку конечно это очень плохо что делать так за так вот все запускаем и поехали блин ты ребят ребята тут люди ходят сейчас не будут мешать конечно тут по трассе очень просто по обочине косить так давайте объедем вот вроде бы не зацепил эти как-то пропускаем все принципе поехали дальше ну все тут мы уже почти что докосили давайте теперь будем сворачивать это все дело тут возле мазина уже как видите ну это уже их не тут участок так что косить тут уже не будем все в принципе ребята поехали мы ее что-то не выключил давайте селку ой какую селку все на косилку оставим там где и была она так ну надеюсь мужичок сполоснет эту сенокосилку конечно вот такие ему трудности мы доставили так давайте опустим я забыл думаешь что ничего страшно шею выпачкали принципе от работы на не сильно такие выпачкалась просто на выпачкалась когда мы застряли немножко в лужи так все ребята принципе поехали так мы сейчас думаешь что оставим тут трактор и ксидричу я схожу уже не серии пусть принимает работу сейчас он немножко это не трезвом состоянии все таки у него сегодня выходной получается или что мы просто ксидрич решил немножко отдохнуть ну что ж ребята думаю что буду на этом заканчивать всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока